сегодня я хочу поделиться одной темой назвал я ее так две природы две природы и прочитаю галатам 5 главу 16 стих сразу же так сказать направить вас о чем я хочу немножечко поговорить сегодня и апостол павел пишет в галатам 5 главе 16 17 стих я говорю поступайте по духу и вы не будете исполнять вожделение плоти ибо плод желает противного духу а дух противного плоти они друг другу противятся так что вы не то делаете что хотели бы и это очень и очень такая большая глобальная тема и конечно в этой теме можно идти в разных ключах в разных направлениях сегодня но я вот для себя выбрал понятно я понимаю что вот за одно служение мы не можем говорить в разных направлениях но я бы хотел с вами чтобы мы вот позволили духу святому говорить сегодня в нашей жизни поразмышлять немножечко об этом потому что это очень и очень важная тема вы можете дома просто взять для себя и прочитать всю эту пятую главу потому что дальше апостол павел продолжает описывать плоды плоды которые идут либо плоды духа либо плоды плоти и интересно что он дальше даже описывает следствие потому что он говорит что вот ну вот эти и эти люди они даже царство божьего не наследует то есть но как бы они вот у них есть определенное поведение есть определенная жизнь и у них как следствие как следствие они даже не наследуют царство божьего вы знаете но помните первые выходные этого месяца я говорил что но они о мире божьем иисус сказал мир мой даю вам и нам необходимо реально ходить в мире божьем потому что not мы мы понимаем с вами если сказать там давай иди с миром иди с миром все иди то есть но как бы вот но и с одной стороны это очень хорошо желать мира посылать мир высвобождать мир но другая сторона это быть наученному ходить в этом мире вот здесь интересная такая тема можно сказать эту фразу и библия на самом деле вы вы обратите внимание что ну например много ли иисус говорит о прощении вообще не так много буквально пару стихов но об этом книге написаны там и тома целая как прощать как приходить к этому какие результаты приносит в жизни непрощения как она съедает иисус сказал ну если вы не простите то говорит к сожалению а там дальше ребят разбирайтесь как вы как вы будете к этому уже приходить и вот то же самое здесь за он говорит но ходите по духу ходите по духу и вы будете наслаждаться благословением вы будете наслаждаться благослови благословенной жизнью благословенной жизнью уже здесь и вы будете наслаждаться благословением вечности но для нас с вами это целый путь это целый процесс а как я могу научиться вообще ходить в духе каким образом я могу потому что но он интересно говорит ибо плоть желает противного духу а дух противного плоти они друг другу противятся так что вы не то делаете что хотели бы вы замечали да в жизни то есть ты хочешь одного а почему-то ну там знаешь в начале мы же любим да там особенно в начале нового года все там худею тренируюсь богатею жертвую откладываю там знаешь там и так далее год прошел и знаешь и что-то смотришь там особо не похудел абонемент может быть купил в спортзал уже плюс то есть но как бы особо в него не ходил то есть но как бы и у тебя там ты смотришь как бы авоз и ныне там и особо изменений никаких не произошло а как же и вот как же все таки ну желание то чтобы ним нам не просто желать потому что я точно знаю точно на сто процентов что сегодня многие люди имеют в своей жизни то чего бы они вообще не хотели многие люди имеют в жизни в жизни отношения со своими детьми со своими родителями то о чем они вообще не мечтали к чему не стремились они хотели другого они хотели другой жизни но результат почему-то очень часто у некоторых людей это разбитое корыто то есть хотел одного пришел абсолютно к другому пожинаешь абсолютно другое но это точно не божья воля бог точно этого не хочет почему потому что когда мы смотрим этого ну когда мы смотрим в писании бог не просто хочет благословить тебя сегодня бог хочет чтобы твое сегодня было твоим благословением для завтра а твое завтра обернулось твоим благословением к итогу жизни потому что для меня допустим очень важно ну вы слышите да наверное я изучаю изучаю жизни успешных людей или те люди которые были успешными но за закончили свою жизнь не очень успешно да может быть это моя странность там по-своему но я вижу в этом библейское основание потому что библия говорит что мы должны взирать на кончину мы не должны смотреть просто на определенные вспышки мы должны посмотреть как она закончилась и для меня это очень важно допустим и каким-то людям я готов подражать каким-то людям какие бы фейерверки они в своей жизни не имели но взирая на их кончину я не хочу туда идти я не хочу почему потому что бог дал мне рассудок бог бог дал мне мудрость и я могу делать сегодня выводы как надо и как не надо аминь и здесь мы с вами читаем он говорит я говорю вам поступайте по духу поступайте по духу и вы не будете исполнять вожделение плоти то есть вы можете вы можете поступать по духу вы можете жить другой жизнью но что-то в вашей жизни должно произойти вы определенным вещам должны быть научены для того чтобы жить другой жизнью потому что то есть другими словами определенные вещи в вашей жизни должны быть доведены до автоматизма до автоматизма понимаете так как мы очень часто вы вы знаете что очень но основная масса реакции в нашей жизни это автоматические реакции вообще даже не обдуманные знаете от 95 до 98 процентов действий и поступков мы даже не задумываемся о них мы делаем на автомате так вот мы должны прийти с вами к такому же автоматизму но чтобы этот автоматизм вел нас с вами к плодам духа вел нас с вами к жизни по духу и тогда мы будем наслаждаться божественными благословениями мы видим что иисус неоднократно говорил имеющие уши да слышит то есть другими словами а уши это еще не наличие слуха и не наличие понимания да то есть мы должны с вами учиться этому интересно что евреям 5 глава с 11 стиха мы с вами прочитаем о чем надлежало бы нам говорить много то есть апостол павел вот пишет определенные вещи и он говорит вот есть вещи вы тоже дома можете взять прочитать всю все послание к евреям еще раз перечитать осмыслить это да и он говорит о чем надлежало бы нам говорить много то есть я хочу говорить о многом вот в этом направлении но трудно истолковывать потому что вы сделали с неспособными слушать вы знаете я есть радостные местописания благословенные местописания да будешь благословен там при входе и выходе на поле своем в доме своем да будешь благословен там радостные такие благословения которые приходят нашу жизнь а есть местописания которые меня настораживают некоторые даже пугают потому что он говорит здесь интересную фразу он говорит потому что вы сделались неспособными интересно что то есть другими словами у этих людей была жажда была способность слышать но потом на определенном этапе они как будто бы это утратили они не способны эту информацию переваривать в своей жизни усваивать эти конечно нам никто не 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 установил внутрь какого-то детектора то есть нам глупо с тобой спорить кто находится в более тяжелой проблеме или кто переживает там какие-либо чувства но исследователи в определенной вот в этих направлениях они говорят что человеку рожденному слепым легче чем тому который видел и потерял зрение потому что тот который родился слепым он даже не знает чем ему сравнивать интересно что исследователи говорят что человеку который родился глухим ему отчасти легче почему потому что он начинает приспосабливаться к жизни сразу же от начала допустим у меня в жизни ну кто-то из вас знает кто-то то есть несколько лет назад я не знаю чего это не сегодня сложно об этом сказать то ли это перепад температур еще какие-то вещи то есть я в проповедовал в норильске там были как никогда такие особенные холода стояли была замечательная было замечательное время конференция и вот я там служил буквально три дня то есть было такие за замечательные служение были время хорошее все сел в самолет прилетел домой потом просто звук звон и у меня на сто процентов потеря слуха на одно ухо и вот понимаете я занимался 10 лет боксом то есть если вы занимались боксом вы знаете что ему уделяется очень в нем уделяется очень сильное внимание вестибулярному аппарату то есть я занимался и я знал многое вестибулярном аппарате но я никогда не слышал что слух отвечает за вестибулярку я никогда не слышал что твой слух ответственен за ориентацию в пространстве никогда не знал то есть представьте вот и мне с определенным вещам нужно было учиться ну например я подхожу к машине подхожу к машине хочу взяться за ручку чтобы открыть дверь и промахиваюсь мимо ручки то есть но я никогда не промахивался то есть а у тебя теряется чувство вот этой то есть ты ручку видишь и у тебя теряется чувство то есть ты подплываешь в пространстве ты не особо почему потому что об и воды в один момент то есть интересно что библия говорит что людям которые его познали и отступили или каким-то образом и замаскировали им хуже тем те которые не еще библия говорит что холодному ему даже отчасти лучше нежели теплому потому что ну надо быть либо чем либо тем потому что того хоть можно воскресить этого можно ну продолжать за г ему помочь гореть дальше а другая сторона это вот такое теплое состояние понимаете это то о чем я вот сегодня то и хотел поговорить с вами а как же нам жить-то по духу как же нам жить вот вот этой вот правильной природы потому что ну это только доктора говорят да что если у тебя там две природы внутри то тебя лечить надо но по факту там мы с тобой в писании видим однозначно и мы видим это в жизни до видели на какого-то человека посмотришь он нормальный классный все все хорошо с ним только подпил ты понимаешь не он ну не он не его фразы не его то есть это какая-то ну бы хоть хоть там и говорят что типа что у утрезвого на уме то у пьяного на языке но я по себе раньше знаю у меня точно многих вещей не было на уме даже под такой этот бред который потом человек несет в в пьяном состоянии да то есть но как бы и вот вот оно то есть почему это две природы и мы явно видим с вами что две природы но главенствует главенствует та которую мы кормим мы все способны с вами попадать на территорию того или иного влияния все мы видим с вами что это ярко показано в ситуации с петром мы видим что апостол петр он когда иисус задает вопрос за кого вы почитаете меня он говорит то есть все говорят свои мнения он говорит что ты сын бога живого и иисус говорит не кровь и плоть открыли тебе этот сейчас это действие духа в твоей жизни то есть ты позволил себе вот быть тем кто транслирует небеса на эту землю кто несет вот это духовное отражение зеркалит божественную природу и об тот же самый человек мы читаем то с вами буквально в следующей главе понятно что там но сколько прошло не знаю месяц два-три прошло в этой истории то есть физическом мире то есть когда петр ходил с иисусом и иисус рассказывает чему надлежит быть им в конце его служения как должно это все завершиться и тот же самый петр говорит да не будет с тобой этого иисус говорит отойди от меня сатана отойди от меня то есть на этом этапе сейчас ты поступаешь по плоти ты транслируешь именно вот другой дух это другой дух несет другие плоды помните пророк помните один пророк то есть это но если вы читаете внимательно писание вы явно помните это как один пророк причем божий подходит к другому пророку тому было слово не заходи в этот город ни у кого не кушай ничего не делай только высвободи слова и возвращайся обратно к нему выходит другой пророк навстречу и говорит бог сказал мне чтобы я приготовил тебе пищу врет он нет он не врет он просто это не бог говорил он он начал транслировать другой дух пророк выходит покушал у него все класса все здорово продолжил путь его лев тут же разрывает если вы но это библейская история это не мой какой-то выдуманный иллюзорный персонаж это реальность то есть что происходит то есть он вдруг становится носителем транслили тем кто транслирует другой дух понимаете и вот нам с вами нужно быть наученными потому что он продолжает он горит вы сделали с неспособными слушать ибо судя по времени вам надлежало бы быть учителями но вас снова нужно учить первым началом слова божьего и для вас нужно молоко они твердая пища всякий питаемый молоком не сведущ в слове правды он не сведущ потому что он младенец неважно сколько лет ты верующий неважно сколько если ты сейчас не способен питаться твердая пища если ты не стоишь на пути ученичества в своей жизни потому что христианство это следствие ученичества со христом и не наоборот он говорит должны быть учителями он говорит твердая же пища посмотрите свойственно совершенным у которых чувство скажите вместе со мной чувство скажите чувство а теперь скажите дальше навыкам что такое навык навык это усилия это проявленная дисциплина навыкам приучены к развлечению добра и зла то есть навыкам приучены то есть навыкам приучены то есть определенные вещи доведенные до автоматизма навыкам приучены к развлечению добра и зла доведенная до автоматизма вчера у меня такой интересный день был я прям нескольким людям у меня такие прям с разными людьми неверующими были такие встречи общения где я рассказывал о христе делился ну просто вот какой то как говорится день такой вообще не то чтобы не я его спланировал а как то такое вот интересное время я разговариваю с одним парнем мы просто с ним ну как бы я говорю как вообще ты твоя забота о душе твоя он ведь я вообще я это для меня все какие то дебри я вообще в эту сторону не хожу я атеист я берёте это вера поэтому ты не можешь сказать что ты неверующий это вера то есть как ты не ну наверное неправильно сказал агарит верю в то что вижу я горит реалист я гру correspondence когда ты язычник, потому что это язычество, верить в то, что видишь, это язычество, то есть как бы это характеризует, ну, я не то имел в виду, и вот мы с ним начинаем разговаривать, мы с ним начинаем общаться, я говорю, ну, понимаешь, это легко говорить, когда у тебя в жизни пока все нормально, до тех пор, покуда ты не столкнулся с реальностью, с какой-то, да, потому что, как один из древнейших философов сказал, что у каждого человека внутри есть дыра размером с Бога, и каждый ее заполняет по-своему, да, каждый заполняет кто-то выпивкой, кто-то каким-то хобби, кто-то наркотиками, кто-то, не знаю, блудом, кто-то тягой к успешной жизни в его мировоззрении и миропонимании, то есть и так далее, можно перечислять и перечислять, но так или иначе у нас есть тяга по Богу, но суть в чем, он меня дальше спрашивает, а вы с вами верующий? Я говорю, ну, конечно, и в церковь ходите? Я говорю, конечно, более того, я и пастор церкви, то есть как бы он говорит, да вы что, мне кажется, первый раз в жизни такого человека вижу, здесь он говорит, потому что обычно верующие люди, они не ходят в церковь, уникальная фраза, устоявшаяся, верующие люди, они обычно не ходят в церковь, потому что у нас сегодня, даже вы можете услышать, люди из правительства, кто-то может заявлять, у нас христианская нация, в смысле христианская нация, христианин, человек, это тот, который встал на путь ученичества и хождения с Богом, мы сейчас посмотрим в Библии, то есть ты не можешь называться христианином, если не выбрал для себя жизнь, пути, путь христиане, первые христиане назывались людьми, которые стоят на пути Христовом, на пути следования за Христом, то есть я выбрал для себя этот путь, Иисус есть путь, истина и жизнь, и я иду этим путем, потому что сегодня пространен путь, ведущий в погибель, но узок путь, и Писание говорит, не все находят его, не многие находят, он пространен, ведущий в погибель, но вот этот, его не все находят, потому что, чтобы в твоей жизни проявлялась другая природа, послушай, это классно сказать, живи по духу, это классно сказать, принеси плоды, ты можешь приносить плоды, и знаешь, ты не можешь, напречься и плод, напречься можешь, но там может что-нибудь другое быть, понимаешь, не факт, что добрый плод, которым ты потом будешь наслаждаться, потому что жизнь по духу и жизни, когда ты приносишь добрые плоды, это естественная жизнь, жизнь из глубины, естественная, которая прорастает и приносит плоды в твою жизнь, которыми ты наслаждаешься, то есть до автоматизма, я бы очень хотел, чтобы это происходило само собой, но, знаете, это не происходит само собой, многие вещи само собой не происходят, видите, у нас проблема, у нас проблема, очень часто мы берем исключения и пытаемся их сделать правилами, у нас проблема, вот знаете, я единственного человека знаю, лично, единственного, мне 48 лет, единственного, где бы я ни был, где бы я ни встречал людей, я единственного знаю, кто получил знания другого языка, в частности, английского, как дар, просто проснулся и вдруг знает, одного, вы знаете, все мечтают об этом, все хотят, чтобы исключение в их жизни было правилом, вот я когда-то, я был еще на пути ко Христу, на пути к моему следованию, я был мирским человеком, моя Наташа, тогда она пыталась, тогда она была просто родной сестрой моего друга, и она пыталась меня всячески, она отправляла письма там мне с переписанными проповедями, она всячески пыталась меня приобщить ко Христу, она видела, что я на пути погибания, и она пыталась меня, и один день она берет, отбивает телеграмму, срочно, кто помнит, что такое телеграмма? Это не смс, ты не можешь обратного вопроса задать, то есть, срочно жду тебя, вот по этому адресу, в 11 часов, ну, как бы, я думаю, что случилось, что это, я сажусь на машину, ездил я, ну, ужасно, то есть, я просто ужасно, я шел по дамбе, вот вокруг Абакана, кто ездил, там в одной стороне, там дамба, она очень высоченная, я думаю, она метров 12 высотой, дамба, по которой идет дорога, объездная, вокруг Абакана, я еду по этой дамбе, километров 180-190, выезжает машина, с перекрестка, я не успеваю ее оборачивать и вылетаю, с дамбы, очевидцы говорят, что машина сделала 6 переворотов вокруг своей оси, и я вылетаю в лобовое стекло, ГАИ приехали когда, они говорят, где труп, я говорю, я водитель, они говорят, ты ерундой не занимайся, давай это, я говорю, я водитель, я сижу разутый, я не помню, как я оказался на дамбе, я сижу разутый, то есть я разулся в машине, почему я вам рассказываю эту историю, если вы загуглите, то статистика говорит, что это такие случаи один на миллион, такие случаи один на миллион, но сегодня, что делают многие, они не пристегиваются и говорят, да я вон слышал, там один был не пристегнут, вылетел, мы исключения пытаемся сделать правилом, а потом говорим, а что, ну а что не так-то в моей жизни, исключения, они не зависят от вас, вообще не от вас, а вот остальные вещи, они как раз зависят от вас, от нас самих с вами, чтобы определенные вещи, я говорю о жизни по духу, чтобы мы были наученными этим вещам, чтобы мы на самом деле научились, научились вот этому автоматизму, развлечению добра и зла. Деяние 11 глава 26 стих, уникальное историческое событие, целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохе, скажите вместе со мной, ученики начали называться христианами, кто начали называться? Ученики. Кто сегодня в России называются христианами? Кому не лень? Понимаете, что что-то не так очень часто, и потом результат не тот. Потому что жизнь с Богом, она приносит его природу, она приносит его плоды, плоды его жизни в твоей жизни. Аминь. Вообще абсолютно другую суть, и это очень важно для нас. Интересно, вот просто подумайте, скажите мне, кто из вас вы засекали, сколько в среднем занимает чечение одной главы в Библии? Вот сколько времени занимает? Сколько вариантов? Вы читаете Библию? Ну а что, сколько? Молодцы! То есть это реально среднее время от трех до пяти минут. А теперь подумайте, почему оно так сильно атаковано? почему мы находим время на все, но очень часто не находим время? Ученики год закладывали основания в своей жизни, чтобы называться христианами, чтобы как результат в жизни. Сегодня человек потратить время на классы духовного роста, да это столько ехать, да это библейские курсы, да это же, ты чё, это столько времени выделить, у меня есть чем заниматься. Мы где-то не пережили суть откровения. Вы интересны, да, что когда вы читаете Новый Завет, вы очень часто видите слово, чтобы вы познали со всеми святыми, познали, да, чтобы вы через познание вы приходите к вот всем этим благословениям. Что такое, кто из вас еще встречал вот это слово в Библии познать? Кто из вас? С чем оно ассоциируется? С чем? Молодцы, духовно, духовно, духовно. Авраам познал Сару. Чувствуете, откуда вы еще берете это место? Вы же взрослые, с вами можно говорить, да? И Сара родила. То есть поймите, ученичество, познание это близкие, глубокие, жертвенные отношения, которые производят плод в твоей жизни. Давайте по-другому скажу. Конечно, 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 истина, конечно, ты познаешь истину, да? Потому что мы с тобой читаем, Иисус говорит, да? Познаете истину, истина сделает вас свободными. Аминь. Это Иоанна, 8 глава, 31 стих, 32. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если пребудете в слове моем, то вы истинно мои ученики. Вау! То есть следование за Христом, путь, который приводит тебя к жизни в духе, жизни по духу. То есть это то, что делает тебя свободным. Это то, что приносит жизнь Божью в твою жизнь. Посмотрите вместе со мной 2 Иоанна, 1 глава, 9 стих. Очень приводящий в чувство стих. Причем, ребят, драгоценные братья и сестры, это Новый Завет. Сегодня у нас так много ветхи, это ветхи. Это Новый Завет. Всякий приступающий учение Христова и не пребывающий в нем не имеет Бога. Давайте еще раз. 2 Иоанна, 1 глава, 9 стих. У нас все? Пока, да? Ладно. Вы можете прочитать это в Библии. Интересно, во втором, в этом же стих, 2 Иоанна, 1 глава, 9 стих, в одном из современных переводов, знаете, как переводится это? Уникально. кто приобрел передовые взгляды в отрыве от учения Христова, не имеет Бога. Передовые взгляды. Видите, сегодня так много передовых взглядов, нового тренда, движения, течения, приступающие учения, игнорирующие, не прилагающие усилия, да? Он говорит, ты не прибывающий, а дальше благословенный стих, благословенное продолжение. Прибывающий в учении Христовом имеет и отца, и сына. Аллилуйя! имеет и отца, и сына. Послушайте, дорогие мои, дьявол, духовный мир не боится людей, которые не стоят на пути следования за Христом. они могут называться хоть как. Они могут называться христианами, верующими. Они могут называться хоть как. Духовный мир трепещет перед людьми, людьми, чья жизнь в Боге. Аминь. Людьми, чья жизнь на пути следования и исполнения Его Слова. В Деянии, 9 глава, 2 стих, апостол Павел, тогда еще не апостол, а Савл, пишет, выпросил у него письма в дома с синагогом, чтобы кого найдет последующих сему учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Почему именно этих людей? Почему не тех, кто просто называются христианами, просто повешал себе рыбку на машину, просто повешал себе рыбку на двери, крестик на грудь, портак во всю спину. То есть, неважно, не имеет значения. Суть вообще не в этом. 22 глава, Деяния, 4 стих. Я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и придавая их в темницу и мужчин, и женщин. Вот почему. Потому что, потому что дьяволу вообще нет разницы, кем ты называешься, как ты называешься, в чем ты живешь и как ты живешь. Помните одну историю? Одному царю было сказано, царю одной из величайших империй в истории человечества. Ему было сказано, ты взвешен и найден очень легким. Помните в одной истории в Деяниях одни ребята там, скевы, пришли там бесов изгонять? Бес говорит, Иисуса знаю и Павел мне известен, а вы ребята что-то легонькие. Помните? И он им там наладил, так что они нагие ели спаслись. То есть вот почему сегодня, когда приходят определенные ситуации, когда приходят какие-то обстоятельства, а человек он называется, а внутри легонький. Легонький, знаете, у него сил как бы нет, у него жизнь не в этом, то есть он как бы легонький, у него сил противостоять нету этим вызовам, с которыми он сталкивается. стоять в проломе за свою семью, стоять в проломе за свой город, в том служении, за домашнюю группу. Послушайте, есть жизнь по духу, это не просто красивая фраза, не просто красивая фраза, это реально полнота. ты можешь, ты можешь жить. Мы можем, нам все для этого дано, но это наш выбор, когда мы идем по этой пути стези ученичества, как ты можешь взрастить вот эту природу, только согласно его слову, когда ты доводишь это до автоматизма, что ты взращиваешь, то и будет главенствовать в твоей жизни. Аминь. Что ты взращиваешь, то и будет главенствовать. Я читаю, когда эти стихи, Давид молится, и он говорит, я, говорит, лучше буду пребывать на пороге, где-то там, на пороге в Доме Божьем, нежели в других крутых шатрах. Я не променяю ни на что это, я хочу быть в Доме Божьем. Что это? Это не приходит само собой. Это не приходит само собой. Знаете, вот то, что я вначале прочитал, он говорит, вы, говорит, сделались неспособными слушать. Неспособными. То есть, человек уже, это одна сторона медали, ладно, окей, хорошо, скептик, который не уверовал в Бога. Он не верит в чудеса, он не верит в важность хождения, быть в церкви, важность действия даров в твоей жизни. Он не верит, он скептик. Но другая сторона, когда человек пришел, и он с Богом, он горел, а на определенном этапе его уже особо ничего не тревожит. В церковь? Давай пойдем в церковь. На шашлыки? Да пошли на шашлыки в это же время. Какая разница? То есть давай, то есть я могу делать все. Интересно, что такие люди, я помню, мы с Натальей однажды попали в такую историю, и один служитель, он сидел, он со слезами на глазах, он рассказывал, как они проходили определенный путь со своей женой, как она была при смерти, и ничего, и как Бог даровал исцеление, и он просто плакал, и еще один служитель сидел рядом, мы сидели за столом, и он чавкал, причавкал, облизал так пальцы, отер рот, гречо, может пойдем на колесе обозрение покатаемся, обозрение покатаемся, и я понял, а как бы, а тут уже, знаешь, уже никто никуда не идет, уже, нет уже ни жажды, ни, да, свидетельство стоит, да, давай потом расскажешь что-нибудь, что, да, мы уже этого, знаешь, сколько слушали, то есть, как бы, человек не способен уже, он уже идет в Дом Божий, он, в принципе, особо ничего не ожидает, ну, так, давай в галочку в Духовном мире поставим, почему я прошу, когда идете в Дом Божий, молитесь, благословляйте собрание, благословляйте себя, чтобы, потому что Писание говорит, что много хлеба бывает даже на Ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка, они просто пропускают то, что Бог приготовил для них, сегодня Бог на самом деле он тот же самый, он не поменялся, он хочет преобразовывать наши жизни, потому что мы на каком-то этапе становимся неспособными слушать, но точно не он, его любовь, она всегда изливается в нашей жизни, она всегда готова наполнять наши жизни, его чудеса всегда готовы преобразовывать наши жизни, ты выбираешь его путь, видишь его жизнь, видишь его плоды, поэтому приносить плоды, находясь на нем, это не просто результат напряжения, это результат жизни, результат жизни Божьей внутри тебя, это естественно, это не может быть по-другому, когда ты видишь человека больного, это вообще естественно помолиться за него, когда ты видишь человека, который не имеет жизни с Богом, это естественно поделиться с ним евангельской вестью, послушайте, это естественно жизнь в духе, на дороге не материться, когда тебя подрезают, это естественно, понимаешь, это естественно жизнью в Боге, конечно, мы способны оправдывать гораздо больше свои эмоции, но чувства навыкам приучены, они приучены, у тебя уже другая платформа для автоматизма в твоей жизни, что сегодня нужно тебе для того, чтобы заложить правильный фундамент, может быть, тебе нужны классы духовного роста, может быть, тебе нужны библейские курсы, как ученикам в Антиохии, просто взять и заложить правильный фундамент, правильного основания ученичества, может быть, тебе нужно просто по-новому начать читать Библию, по-новому, по-новому, если, если ты не воспринимаешь особо электронный вариант Библии, ну, значит, печатный, Наталья у меня вообще пошла, вот некоторое время назад пошла и купила новую Библию, вообще новую Библию, у нее есть ее старая, вся подчеркнутая, расчеркнутая, и она пошла и купила новую, и она сейчас читает Библию просто именно на предмет Бога, характера Бога, и на предмет поклонения, прославления и поклонения, и просто на еще где встречает ситуации с ангелами, ставит буковку А на полях, то есть просто для себя, чтобы учиться, чтобы видеть движение Божье, видеть, как Бог говорит, через что Бог действует, у меня есть моменты в моей жизни, когда я читал Библию просто на предмет чудес и исцеления, просто только на предмет этого, у меня есть моменты и переписанные откровения в тетрадке, где я читал, прочитывал Писание просто на предмет отношения Бога к материальной жизни, к финансовой жизни, то есть для меня это важно, я хочу знать это, и самое парадоксальное, дорогие мои, услышьте меня, это непрекращающий процесс, не важно сколько лет ты в церковь, не важно вообще, это путь хождения с Богом, я знаю, что многие вещи в моей жизни, они просто с Божьей помощью, они уже перерождены, они уже доведены до автоматизма, многие вещи это уже, я знаю, что в принципе я бы поступил раньше по-другому, но это просто уже автомат, автомат определенных вещей, он говорит, чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла, кто из вас вы планируете свой день, кто из вас вы вот знаете, что вы будете кушать, где вы будете кушать сегодня, кто, поднимите руку, ну, правда же, конечно, есть те, которые не планируют, у них другая половина семьи планирует, что они будут кушать, и там, что они, то есть, но, как бы, но по-другому никак, да, то есть, мы планируем, я вот запланировал, что в понедельник у меня, ну, что я приглашаю в гости, я вчера достал курицу с морозилки, замариновал ее, чтобы в понедельник приготовить, да, ну, если ты хочешь вкусно приготовить, есть долгий процесс, вы заметили, что все хорошее и качественное не быстро, заметили это, хочешь хорошей, качественной, христианской жизни, это процесс, аминь, и это плоды, я реально вам могу сказать, что оно стоит этого, оно стоит этого, потому что вы будете наслаждаться этим, может быть, у вас другой путь, посмотрите, мы приготовили такие распечатки, можете взять, с сегодняшнего дня, просто одна глава Нового Завета, одна глава Писания, возьмите, просто для себя такую распечатку, положите ее в Библию, прочитал одну главу, если ты читаешь уже три главы, ну, просто возьми, чтобы ты мог на самом деле молиться о том, чтобы Бог открывал Слово тебе, чтобы ты мог читать и размышлять об этом Слове, и чтобы ты мог молиться этим Словом, что тебе сегодня нужно, да, раздайте, кому нужно, раздайте, возьмите, на выходе тоже, вы можете взять, если вам нужно, если вам будет это в помощь, возьмите, на выходе возьмите то, что касается распечаток классов духовного роста, библейских курсов, мы никого не заставляем, мы ободряем, я знаю, я точно уверен, что каждый из нас хочет жить по духу и наслаждаться плодами духа, да, и все, что ли, вот так, слава Господу, но это не приходит само собой, друзья, это не приходит само собой, есть вещи, когда мы чувства, навыкам приучаем, когда мы приводим это к автоматизму, Господи, я молюсь за каждого человека, я прошу тебя, Господи, помоги нам быть людьми духа, помоги нам, Боже, взращивать духовного человека, чтобы мы не просто хотели, но чтобы мы хотели и делали то, что хотим, и наслаждались плодами этих поступков и действий, я молюсь за каждого человека, Господи, как мы вступили на этот путь ученичества, путь хождения с Тобою, благослови каждого из нас и укрепи нас, Боже, чтобы мы никогда, никогда не потеряли способность слышать Тебя, слышать Твое Слово, благослови каждого из нас, укрепи нас, а мы за все и во всем отдаем славу Тебе единому, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь.